Алло. Алло. Да. Добрый вечер. Простите, пожалуйста, за беспокойство. Ахмед здесь проживает? Да, а кто спрашивает? Его спрашивает старший оперуполномоченный Сергеев Михаил Александрович. А его нет здесь. Хорошо. А не знаете, по какому адресу он сейчас может находиться? Не знаю. А что случилось? А вы кем приходитесь, простите? Я сейчас объясню, что случилось. А вы мать, да? Давно его видели? Кого? Ахмеда. Ахмеда 11 числа уехал. Ага. Он уехал, да? Надолго он уехал? Нет. Он должен завтра приехать. А, хорошо. Но мы его тогда подождем. Мы хотим задать ему несколько вопросов по довольно-таки нашумевшему делу. Может быть, слышали о черных ястребах? Какой ястреб? Нет. Дело было такое о черных ястребах. Вот именно ребята кавказского происхождения. Они убивали русских ребят, но из-за того, что они русские. Вот просто он немножко замешан в этом деле. Он их знал. С ними участвовал в некоторых эпизодах. Да, он на видео там присутствует. Хотели просто поговорить с ним. А какое видео? Какое это? Ну, с мобильной... Он улица вообще-то. Да, да, мы знаем. Ахмедов Ахмед Бахтияр Аглы. Вот. 19 лет ему в данный момент. Ясневая улица, 39. Я все правильно звоню, да? Да, да. Да, ну вот у меня папочка на него дело лежит. А когда было это? Это, ну, это несколько месяцев назад было. А я могу сама с вами поговорить? Вы в данный момент со мной говорите. Нет, ну я... Куда вы хотите позвать его? Я могу присутствовать там? Вы, как его законный представитель, конечно, можете присутствовать, если он, да, в документах укажет то, что вы его законный представитель, так как он совершеннолетний ему в данный момент. Если я не ошибаюсь, 19 лет он ведь 90-го года рожден. Нет, какая разница? Я его мать. Я понимаю. Но он уже совершеннолетний. Да, он может выбрать себе законного представителя, которым может являться адвокат, ну и любое заинтересованное лицо, в принципе, в том числе и мать. То есть, если вы будете готовы защищать его в суде и так далее, то, в принципе, вы можете быть его законным представителем. А когда мы можем встретиться? Встретиться? Ну, в принципе, вот мы завтра тогда подъедем, он же завтра будет, да, приезжать. Вы не бойтесь, мы в форме будем с документами, естественно, мы не какие-то левые люди. Да, и, естественно, у нас ордер есть, мы его пока не смогли подписать. Сейчас мы в следственном управлении подпишем ордер и еще нам обыск нужно будет сделать, мы вас сразу предупреждаем. То есть, видео, фотоматериалы какие-то, если есть, то все это, естественно, мы на время изымем. Да, какие видео какие-то, о чем вы говорите вообще? Может, вы припутали с кем-то его? Нет, смотрите, у меня точно на него вот данные лежат. То есть, он родился 11-го, правильно, да? Когда? Август, 11-го августа 90-го года. Нет, а когда на что-то его дело подняли, я не знала, я же все время здесь. Ну, вот, понимаете, дело в том, что он фигурировал в этом деле давно, но участников банды черных ястребов их уже посадили. А еще остаются некоторые эпизоды неясные, о которых мы хотели бы прояснить, да? И для этого мы его и вызываем, в принципе, к нам. Вы не волнуйтесь, что там, ну, завтра на него, если наручники оденутся автоматами... А прийдем наручники или что? А если я знаю своего ребенка, а какой черный ястреб вообще? Нет, ну, просто они избивали русских ребят за то, что они русские, кричали там, Кавказ, силы русскими... А как понять, если человек здесь радится, при чем тут русские или другие? Как понять? Вот, мы и хотим задать ему этот вопрос. Он по национальному признаку избивал людей, хотели бы задать вот несколько вопросов. Он фигурирует на видео в том числе. А это видео, прежде всего, я сама могу смотреть? Да, конечно, и вы, как его законный представитель, естественно, можете ознакомиться с материалами дела. А когда я могу увидеть? Ну, вот мы завтра, он же завтра, говорите, подъедет, да? Мы завтра тогда тоже приедем, мы его, значит, заберем, вы пишете тогда бумагу, что вы его законный представитель, и поедете с ним. Мы его, смотрите, мы его вначале в изолятор временного содержания пока посадим. Вы возьмите вещи, теплые какие-то вещи, спортивный костюм, одеяло возьмите. Да какой изолятор? О чем вы говорите вообще? Ну, это как бы следственное действие обычное, то есть в этом нет ничего такого, не волнуйтесь. Вот, я все понимаю, вы, мама, волнуетесь, но вы не бойтесь. А потом, опять же, если вы хотите его посещать, там можно будет либо чтобы адвокат его посещал, либо чтобы какой-то другой законный представитель, которым вы можете являться, в принципе. Но одновременно с адвокатом вы его посещать в СИЗО не сможете. Понимаете? Нет, ну, во-первых, я должна сначала смотреть, в чем дело, что случилось. Потом вы, это, вы должны, что хотите делать, решать дело. Да, да, конечно. Вы должны человеку сначала приехать, его нету в данном моменте, естественно. Да, конечно, но мы завтра тогда за ним заедем, и вас тоже тогда с собой возьмем, вы ознакомитесь с материалами дела, естественно. Ну, я завтра не знаю, он когда приедет, да, когда вы хотите приехать? Ну, а мы завтра подежурим во дворе, посмотрим, у нас люди есть, оперативные сотрудники. Мы посмотрим, вот, да. А, хорошо, ладно. Да, все, спасибо тогда, до завтра. А, пожалуйста. До встречи, да. Ага. Вот это пиздец, пацаны.